Незаконное строительство в деревне Мамонова. На улице Вокзальный тупик начался снос четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Глава муниципалитета Андрей Иванов проконтролировал старт работ. Мы также обратились в суд и в 2021 году получили права на снос этого объекта. Про торговали муниципальные контракты, сегодня уже эти работы начались. По контракту на это уйдет 45 дней, но сегодня у нас собственник компании Артстрой, видимо директор, который докладывал по тем работам, которые будут проводиться, сказать, что сделают снос быстрее, оставят здесь уже чистую безопасную площадку. Комплекс работ по сносу дома будет проходить в несколько этапов. За 35 дней планируется снести здание, демонтировать подвал, вывести мусор и выровнять площадку, рассказал начальник участка. На первом этапе у нас сейчас идет демонтаж окон. Закончим, планируем завтра. С послезавтрашнего дня планируем демонтаж кровли. И затем начинаем демонтаж поэтапно, поэлементно всего здания. То есть будут сноситься плиты перекрытия, сноситься стены, потом опять плиты перекрытия, так поэлементно будет все сноситься. Сложностей никаких нет. Подрядная организация должна полностью освободить площадку к 22 сентября. По словам руководителя муниципалитета, от собственника в судебном порядке потребуют компенсации затрат на ликвидацию объекта. Что хотел бы сказать по таким незаконным самовольным строениям, или строениям, которые были когда-то недостроены в связи с банкротствами, с ухудшением финансового положения. Работа важная, нужная. Мы регулярно отчитываемся губернатору. Этот показатель у нас зашит в рейтинг 45, как мы его называем. И по выявлению и ликвидации таких объектов Нью-Йорсовский округ занимает традиционно лидирующие позиции первое место. Надеюсь, что и дальше мы эту высокую планку удержим. И также эффективно и активно будем дорабатывать вот эти 119 объектов, которые у нас уже в реестре есть. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.